Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Представляю сегодня своего нового помощника. Это рейсмусовый станок GIB2211HL. G-HL это Val Helical. Станок приходит в картонной коробке весом 34 кг. Внутри руководство по эксплуатации. Внутри мешок с хомутиком. Ну и сам станок, конечно. Это облегченный мобильный вариант с открытой компоновкой, которая исключает скапливание стружки на элементах станка. На станке сразу установлена турбина для отвода стружки с выходным диаметром 60 мм. На нее вешается мешок. Строгальный узел расположен на четырех направляющих, внутри которых находятся винты, перемещающие данный узел вверх или вниз. Перемещение осуществляется путем поворачивания ручки. Один оборот ручки перемещает узел либо вверх, либо вниз на 1,6 мм, что соответствует шагу резьбы на винтах. Такая четырехопорная конструкция по сути должна минимизировать ту самую пресловутую ступеньку на входе и выходе заготовки. В отражении виден сегментный вал на 36 ножей, резиновые валики автоподачи, когтевой защиты на этом станке нет. Максимальная ширина обработанной заготовки 305 мм, высота максимальная 114 мм. Двигатель здесь щеточный, полтора киловатта. Включение и выключение станка осуществляется кнопкой с магнитным пускателем. Здесь же находится кнопка защиты от перегрузки. Фрезерованная поверхность стола закрыта накладкой из нержавейки, в которой отражался ножевой вал. Ну, нержавейка полированная. Расширители стола из листовой стали. Здесь имеется несколько регулировочных болтов, которые позволяют регулировать расширитель как по высоте, так и по наклону. Это очень удобно. Не показал я только шкалу указателя толщины материала. Она разделена на две части. Здесь имеются миллиметровые и дюймовые деления. Сверху также есть ролики, что бывает удобно для обратной подачи заготовок. Думаю, что бежавшие тучки позволят мне доснять кино. Все, откладывал съемку. Чуть-чуть попозже, на улице плюс 36. Да, а сейчас вроде дождь начинается. Ну, короче, смотрите, сейчас включим еще станок и обрабатываем пару-тройку деревяшек. В комплекте, как я и показывал, есть вот такой огромный мешок. Ну, наверное, если не на пол кубометра, то на 0,3 уж точно есть. Здесь такая резиновая манжетка. Хомутик. Думаю, что хомутик надо все-таки вначале надеть. Теперь манжетку на выхлоп турбины. Ну, допустим, вот так. Так, мешок бесит. Почему выбирал еще вот такую компактную модель? У меня есть старенькая Макита, и часто бывает ее беру с собой куда-то на объекты, когда там деревянная отделка какая-то идет. И вот там, знаете, еще нужно с собой все равно стружкоотсос какой-то вести. Здесь же турбина. Думаю, что это плюс какие-то опилки в мешок можно будет собрать. Для ресмусования я приготовил три деревяшки. Это сосна. Ну, часто говорят, что по сосне в алхеликол плохо работает. Так, вот. Это дуб. Дуб. С одной стороны, они у меня уже фугованные деревяшки. Со второй стороны будем ресмусовать. И это вот термоясень. Обыкновенные ножи. Чуть-чуть подуставшие на моем фуганке. На комбинированном станке. Это я выравнивал все. Ну и с толстой давайте, наверное, начинать. Я к этому станку еще не привык. Еще вообще ни разу не включал. Что вы думаете? Сейчас ровненький посмотрим. Вот этот расширитель не по уровню стоит. Ну, а на выходе в пределах нормы. За наклон отвечает вот просто винтик и контрагайка. Вот теперь смотрите. И расширители. Оставной стол они вот в одной плоскости. Ну и первый пуск. Так, слышно, да? Плавного пуска нет. Металлический стол это расширители. Но они плохо затянуты. Поэтому они во время старта немного вибрировали. Сейчас задействую помощника. А то он тут уже на гамну и зашелся. Иди, вот там встань оттуда. Будешь мне дощечки вот так через верх вот так мне подавать. Так, смотри внимательно. Внимательно все. Техника безопасности. Стоишь сбоку на уровне мешка. Вот здесь за столом. вот там прямо перед станком не стоишь. Я тоже чуть-чуть сбоку. К тебе оно выходит сюда. Ты принимаешь, поднимаешь, подаешь мне вот сюда. Я беру и запускаю по новой. А можно потом я буду вот так вот запускать? Как ты? Вот так вот дождь. Давай хотя бы я немножко позапускаю. А потом я. Какую-нибудь одну ты потом тоже позапускаешь. Давай, поехали. . Смотрите, как рейсмусует Вообще не слышно, как этот процесс происходит Вот эти вот, типа, тут какие-нибудь пресловутые полоски Нет полосок По шуму, по шуму, все забивает турбина Вот турбину слышно, как работает Как строгольный вал работает, вообще не слышно Такая штука Это дуб Идеальный результат Ты можешь на месте стоять? Так, попробуем термоясень Не туда Вот так Как я, где я стал стоять? Вот тут, все, молодец Такая штука Такая штука Стой на месте Никаких полосок не наблюдаю Термаясень переливается, блестит Так, ну и Я Соснул А я теперь Хорошо ты Сюда иди Расскажи Расскажи, где надо стоять Вот так Все, подавать вот так Вот так Сюда не заходить Понял? Если какое-то движение в ту сторону Сразу я тебе выключу все Держи Жми на зеленую кнопочку Кому-то не нравится, как сосна обрабатывается Ну смотрите Вот тут, по-моему, солнечный зайчик Про ступеньку Про ступенечку, смотрите Ступеньки Нет Что-то я не обратил внимания там Ну видите Ступеньки нет Что на входе Что на выходе И это меня радует Посмотрим, что мы тут настрогали Нормально много Ну мешка есть Здесь Замочек типа молния А, ну давайте покажу Какие опилки На нас Не стружка здесь Вот такие, видите Меленькие опилочки Ну не стружка И это тоже меня радует Потому что Когда вот Простыми ножами Особенно обработка идет Кленок У него такая жесткая деревяшка И они часто забивают Вот это там Шланги, пылесоса А здесь видите Вот такая вот Тырса Прям Ну и на этой оптимистической ноте Видео, пожалуй, будем заканчивать А, да Смотрите, еще что я не показал Еще В комплекте есть Ключик Который я не показал И Раз, два, три, четыре, пять Пять винтов И пять Запасных Ножей Ножи Вот такие Надписи Как я На некоторых станках видел Там Один, два, три, четыре Углы Нету Есть Одна точечка Ну то есть Если Когда ножи потом переставлять Мы вращаем Нож Например Все ножи по часовой стрелке И вот точечка На всех ножах На валу Будет в одном и том же месте Ну это чтобы путаницы не было Переставили этот нож Либо не переставили Ну а теперь все Надеюсь Все что хотел показать Показал А вы это и увидели На этом видео заканчиваю Всем кому была информация полезна Пальчик вверх Подписываемся на канал Оставляем комментарии А я ненадолго с вами прощаюсь Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok